Всем привет дорогие друзья! С вами снова я Ярослав и в сегодняшнем видео я вам расскажу про вымерших животных Австралии. Но хоть сразу хотел сказать, что это не топ, а просто перечисление. Хотя изначально ролик подразумевался именно как топ самых необычных вымерших животных Австралии. Дело в том, что даже в давние времена в Австралии нету ничего обычного. Ну что ж, не буду вас задерживать, поехали! Делофазавр Начну я, пожалуй, с жителями Зазойской эры. Крилофазавра. Это был средний хищник, достигавший 8 метров в длину. Обитал он в начале юрского периода, то есть около 180 миллионов лет назад, на территории современной Антарктиды и Австралии. Крилофазавр был одним из самых больших целофизоидных цератозавров и одним из его родственников был делофазавр. Но в отличие от него, его добычей не была водная живность, на что указывает углубление в челюсти делофазавра, которое присуще многим рыбоядным животным, например, спинозавру или древним крокодилам. Но как раз такого углубления у крилофазавра и нет, что говорит, что он питался более крупной добычей. Его отличительной чертой был закругленный гребень, который располагался на голове. Вероятно, размер и окрас гребня говорил о возрасте и поле животного. Кокуру. Этот динозавр обитал в раннем меловую эпоху, то есть около 110 миллионов лет назад, на территории современной Австралии. Кокуру достигал 3 метров в длину, и что очень вероятно было перем. Питался он небольшими животными, относился он как отряд титанур. Хотя его больные о детальном месте в кладограмме споры ведутся и по сей день. Кокуру по внешнему виду очень напоминает фараракаса, про которого на моем канале есть ролик, и посмотреть вы его можете по подсказке вправо в верхнем углу. В Мисозойской эре жили не только одни динозавры, и среди других жителей Австралии были интересные, например, стироподон. Это примитивная млекопитающая из-за дряда на проходных из семейства утконусообразных. Обитала на территории Австралии в раннем меловую эпоху, то есть около 120 миллионов лет назад. По внешнему виду напоминала современных утконосов, и достигала примерно таких же размеров. Его клюв больше напоминал клюв не утки, а утки-мандаринки. Также, в отличие от своих двоюродных внуков утконосов, у него были зубы. И вот мы и переносимся в кайнозойскую эру. И начну я, пожалуй, со змеи Ванамби. Она достигала до 6 метров в длину, и два ее рода, Ванамби Бория и Ванамби Наркотренсис, встречаются с раннего миоцена, то есть около 23 миллионов лет назад, и до 11 тысяч лет назад. Яд Ванамби не имела. Скорее всего, эта змея охотилась, удышая свою жертву, подобно питону. Но что странно, ее голова при размерах с тела не позволяла охотиться на крупную добычу. Следующим стоит Мегалания или Варанус прискус. Этот вид вымерших варанов обитал на территории Австралии в эпоху Плаиста Цена и вымерла около 40 тысяч лет назад. Мегалания достигает в длину до 9 метров, а вес мог доходить до 2 тонн. Такие параметры присвоили титул Мегалании как самой большой наземной ящерице в истории. Мегалания является близким родственником современных комодских варанов, которые, кстати, проживали вместе с ней. Скорее всего, Мегалания могла так же, как комодский варан, убивать ядом. Но даже если не использовать яд, то зубы варанов, подобно зубам аллозавра, могли отрезать куски мяса. Скорее всего, молодые особи вели активный образ жизни, но со временем все больше предпочитали засады и падаль. Аборигены островов Австралии называют комодских варанов Буайадарат, что в переводе означает «наземный крокодил». Но мало кто знает, что 45 тысяч лет назад существовали настоящие сухопутные крокодилы – квинкана, которые могли достигать длину 3 метров. Но некоторые остатки слишком фрагментарны, но вполне вероятно существовали виды, достигавшие до 7 метров в длину. Квинкана очень напоминает триасовых крокодиломорфов – пастазухов. Челюсти еще сохранили черты рыбоядных животных, но они крайне смутны. Квинкана могла охотиться на крупную добычу, и она вполне себе ее могла догнать. Квинкана отличалась от других крокодилов необычным строением плечевого и тазобедренного пояса, а именно расположением лап под телом, как у млекопитающих, а не по бокам, как у ящериц. Следующее животное, которое я вам расскажу – это гигантская кенгуру под названием Прокоптодон. Это сумчатое млекопитающее жило около 30 тысяч лет назад и достигало до 3 метров в длину и 250 килограмм в весе. Прокоптодоны имели весьма коренастое тело с очень относительно туловища, короткой мордой, которая имела очень мощные жевательные мышцы, позволяющие переживать самые жесткие растения. Также у него было периферическое зрение. На его ступнях было по одному широкому, большому и длинному пальцу. Это их отличает от современных кенгуру, у которых два опорных пальца. Дипротодоны являются самыми большими сумчатыми млекопитающими за всю историю. Жили они около 40 тысяч лет назад и достигали около 3 метров в длину и 2 метров в высоту. И весили практически 3 тонны. Для сравнения, старый семец обычного бегемота был в длину около 5 метров, а весом 4 тонны и ростом 1,5 метра. Вполне возможно, что размеры дипротодона доходили до более высокой отметки. Как представитель семейства двуристовых сумчатых, он имеет два крупных резца, которые очень напоминают зубы грызунов. Наиболее близкими родственниками для него являются вомбаты и коалы. Следующее животное, о котором я вам расскажу, это сумчатый лев. Несмотря на название, он к кошачьим никакого отношения не имеет. Более того, его ближайшие родственники – травоядные, коалы и вомбаты. От такого происхождения и получил очень странное строение зубов, не похожих ни на одного хищника. Занимал нишу засадного охотника. Он является самым крупным хищным млекопитающим Австралии. Ему принадлежит титул как млекопитающее с самым сильным укусом за всю историю. Длину телака лев достигал полутора метра, а высоту – 70 сантиметров, с максимальной массой 150 килограмм. Сумчатый лев обитал на территории современной Австралии около 45 тысяч лет назад. Как и обычный лев, он отлично лазил по деревьям, чем активно пользовался. Он напорил на свою жертву и захватывал невероятно мощными передними лапами, которые могли раздвигаться необычно широко для хищников. А его большие пальцы были достаточно крепкими, чтобы удерживать жертву, а затем он наносил мощно укус своими челюстями. Вот такие вот смертельные объятия. И последнее животное в этом видео – это сумчатый волк. Это животное, как и сумчатый лев, не имеет отношения к волкам. И в его случае его родственниками являются тасманские дьяволы. Обитала она в основном на территории острова Тасмана. В длину он мог достигать 180 сантиметров вместе с хвостом. А высота животного достигала 60 сантиметров. Масса – 25 килограмм. Последняя доказанная смерть телоцина произошла в 1936 году в зоопарке Хобарте. Причиной вымирания стала охота людей. Из-за мифа про то, что сумчатый волк представляет опасный домашнему скоту. И в случае исчезновения овец винили именно их. В итоге оказалось, что большая часть телоцинов не в состоянии напасть на овцу, а тем более ее убить. А нападения на скот совершались с динго дикими собаками. После основного истребления популяции в глубоких лесах и горах остались эти животные. Но из-за маленькой популяции генетическое разнообразие упало, что сильно ослабило их иммунитет и подвергло их сильным болезням. Но все же есть надежда на то, что этот уникальный вид с крайней печальной судьбой мог выжить, так как за последние 5 лет поступало несколько сообщений о съемке сумчатого волка. Тем более, в Австралии были неоднозначные эксперименты с клонированием. И непонятно, получилось ли у них или нет. Но вполне возможно, что они держат это в секрете, чтобы не привлечь внимание людей и браконьеров. Но прежде чем закончить видео, я хотела ответить на вполне логичный вопрос. Почему большая часть видов из этого списка вымерли около 40 тысяч лет назад? Ответ прост. Примерно в то же время на континент попали люди. И с тех пор каждое вымершее животное континента практически всегда вымирало из-за людей. Это продолжается и сейчас. Хотя природа континента лежит под охраной. Но браконьеры умудряются ловить, продавать и убивать уникальных животных. Берегите природу. Ну что ж, а на этом мое видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Также напишите свои новые идеи для ви-ролика в комментариях, так как потому что именно это видео было снято по запросу подписчика. Ну что ж, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok